Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Шинный вопрос. Премьер-министр Беларуси посетил Бобруйский промгигант. Для нашей автомобильной промышленности здесь практически полная монополия. Как это было? Напиток со смыслом. Машу кофе-макачино возьмите, пожалуйста. Кофейни города подстроились под новый режим. Какие меры безопасности здесь принимают? Совет да любовь. Тысячная. В Бобруйске расписалась юбилейная пара с начала этого года. Кто из-за счастливчики? А также плюс к пенсии, измененный маршрут и желтый четверг. Специалисты предупреждают о сильном тумане, как и безопасить себя на дороге. На повестке экономика страны премьер-министр Беларуси с официальным визитом посетил Белошину. Роман Головченко познакомился с ходом производства известных мировых шин. Председатель кабина заострил внимание на финансовых успехах и неудачах промгиганта. О чем еще шла речь, расскажет Максим Кембель. Визит с пометкой важный. Премьер-министр Беларуси впервые посещает Бобруйск. В центре внимания Романа Головченко-Белшина промгигант в последнее время набрал хороший ход. За 9 месяцев 2020-го шинники надорговали на 123 миллиона долларов, рост 88,5%. Сюда же можно добавить 180 тысяч долларов. Это в целом экспорт услуг завода. Только за сентябрь здесь выпущено порядка 363 тысяч шин. Сейчас загруженность предприятия 78%. С таким портфелем заказов встречают главу Кабмина. Делегация направляется на само производство. Завод массовых шин – первая точка маршрута. На Белшине сейчас реализуется несколько инвестпроектов. Премьер-министр Соду отмечает. На стадии планирования допущены некоторые просчеты. Они, к слову, уже исправляются. В основном это связано с экспортной ориентацией. Но и о внутреннем рынке забывать не нужно. Одна из задач – увеличение доли бобруйских шин внутри страны. Мы не должны отдавать свой рынок абсолютно рыночными методами, без всяких там запретительных, заградительных барьеров за счет рыночных методов, за счет более правильной постановки работы увеличивать долю на отечественном рынке. Я имею в виду главным образом так называемый вторичный рынок – это шины массового потребления. Потому что для нашей автомобильной промышленности здесь практически полная монополия Белшины. За исключением каких-то эксклюзивных или уникальных мелкоштучных типов. 95% Белшина закрывает. Это очень хороший показатель и очень хорошее подспорье для отечественного машиностроения. У каждого предприятия определенные этапы развития. Самые трудные – принятие решения, в каком направлении двигаться дальше. На таком сейчас и находится Белшина. Техническое перевооружение, построение новой политики продаж, проектирование новинок – задачи, которые стоят перед руководством комбината. При таком багаже нельзя не сказать и о наращивании производства и прибыли. А по некоторым моделям шинники и вовсе впереди планеты всей. Гордость предприятия – вот эта огромная шина. Ее посадочный диаметр 63 дюйма. Максимальная нагрузка 104 тонны. В нее обуты самые большие в мире белазовские самосвалы. Роман Головченко поспешил всех успокоить. Никакой чрезвычайной ситуации визите нет. Ведь Белшина для Бобруйска – градообразующие предприятия. Его доля в бюджете порядка 40%. Для страны шины тоже знаковый завод. Отсюда и такое пристальное внимание на самом высоком уровне. Можно сколько угодно говорить о том, что предприятие, то есть министерство, правительство, концерн, госкомитет не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия. Мы не вмешиваемся. Но мониторим и смотрим за тем, чтобы качественно планировалась работа. То есть никто не приказывает предприятию, какую продукцию производить, на какие рынки продавать и так далее. Это заблуждение, которое зачем-то культивируется в последнее время. Пандемия пошатнула мировой рынок производителей шин. Но даже в таких экстремальных условиях предприятие доказало способность генерировать прибыль. По словам генерального директора, первый этап выздоровления – снижение собственных затрат. Следующий – посткоронавирусное восстановление на внешних рынках. Значительная доля в структуре экспорта, конечно, сегодня занимает Россия. Это объективно. Это тоже крупное комплектующее предприятие России. Это карьеры, которые есть в России для нашей сверхкрупногабаритной техники, нашей сверхкрупногабаритной шины. Поэтому в первую очередь надеемся на наших проверенных партнеров, которых, в общем-то, устраивают и наши шины. В настоящее время я бы определил, что как раз драйвером роста для Белшины должен стать завод сверхкрупногабаритных шин, наши шины СКГШ. Стоит подчеркнуть, то, что у предприятия есть долги, не страшно. Более того, с помощью займового капитала развиваются все предприятия. Главный вопрос – может ли оно обслуживать свои кредиты? В разговоре с прессой премьер-министр заявил, что в этом плане у Белшины могут поучиться многие. Финансово здоровая Белшина нужна стране, резюмировал премьер-министр. Главное, на что сейчас направлены все усилия – это снижение долговой зависимости предприятия. Шины ждет большая трансформация. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Социальные надбавки, прививка от гриппа и смарт-билет. Белорусы стали чаще покупать онлайн-талончики в общественном транспорте. Сколько уже продано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. С 1 ноября он составит 258 рублей 11 копеек. Это на 0,8% выше предыдущего уровня, который действовал с августа. В связи с этим также вырастут пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки. В стране продолжается массовая вакцинация против гриппа. Прививки уже сделаны более чем 35% населения. Всего в этом году планируется привить около 40% жителей. Как заявили в Минздраве, учитывая спрос на вакцинацию, эта цифра может быть и больше. Покупка таланчиков по QR-коду через смартфон все больше набирает популярность у белорусов. Через мобильный сервис «Оплате» продано 2,5 миллиона смарт-билетов в общественном транспорте. Эта услуга доступна не только в столице, но и в регионах. Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь» пройдет в Могилевской области со 2 по 30 ноября. Движение разделят на 4 этапа. О правилах безопасности спасатели расскажут в общественном транспорте, на предприятиях, в учреждениях образования и здравоохранения. В Бавруйске внесены корректировки в работу общественного транспорта. Речь об автобусе 18Б и троллейбусах номер 2 и 3. Движение будет отменено по улице Шиной на участке от Минска и до Секорского. На этом отрезке транспорт перестанет ходить в среду вечером с полдевятого до 4.30 утра четверга. Это связано с производством строительных работ. В это время пустят дополнительный транспорт. Подробное расписание на сайте госполкома. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь на решение на болевшие проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты попросик 360. Готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Кубит-19 внес свои корректировки в работу общепита. Проветривание помещения, уборка зала, наличие средств защиты. На что еще идут бизнесмены, чтобы стаканчик Рафа был не только вкусным, но и безопасным. К внешнему виду Бористы на Комсомольской добавились новые атрибуты. Защитная маска и перчатки, аксессуары номер один. Интерьер в кофейне тоже не прежний. На полу появилась разметка просторней расставленной и столики. У кассы антисептик. Коронавирус еще с весны диктует свои правила. Первая волна пандемии, то люди более серьезно к этому относились. На данный момент я не могу сказать, что у меня каждый второй человек приходит в масках, поэтому можно сказать, что 20% из 100 заходят только в масках. Каждые два часа кофейня закрывается на 15-минутный перерыв. За это время сотрудники успевают проветрить помещение, продезинфицировать столики и стулья, рабочую зону, пол и дверные ручки. Все фиксируется в журнал. А вот чтобы капучино был не только вкусным, но и безопасным, каждую крышку и стакан дополнительно обрабатывают паром из стиммера. В чайной лавке на Советской тоже думают о покупателях. На входе стоит десредство, специалист в маске и перчатках. На рабочей зоне имеются антибактериальное мыло, антисептик, одноразовое полотенце. Все про запас. Ну мы вывешиваем вот такую табличку «санитарный час». Ну и, естественно, посетители видят. Протираем поверхность рабочая, в зале протираем. Протираем дезинфицирующими средствами ручки дверей, сами двери. Моем пол тоже с дезинфицирующим веществом. Ну это политез, антисептик, это санфур, хлоросодержащая. Помимо табличек с напоминанием о социальной дистанции, здесь еще висят правила профилактики. Пока стоишь в очереди, можно провести время с пользой. В ассортименте заведения свыше 150 наименований чая. Буквально каждый для укрепления иммунитета. В составе можно найти чабрец, липу, ромашку, мелису, шиповник, мяту. Все, как говорится, что пожелает душа. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписанные 84 690 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 95 545 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 418 399 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Профилактика по распространению COVID-19 стала обязательной в белорусских учреждениях образования. Сюда относятся социальное дистанцирование, уборка помещением с применением десредств, наличие масок. Обязательно теперь и работа так называемого пропускного фильтра. В детских садах, школах, колледжах и вузах запрещено находиться посторонним. В списке рекомендаций и прием корреспонденции бесконтактным способом. И в горе, и в радости в Бобруйске поздравили тысячных молодоженов с начала этого года. Кто обменялся кольцами и поклялся верности, Анастасия Шевцова тоже сходила в ЗАГС. Суббота, дворец гражданских обрядов. В зале торжественная регистрация брака Романа и Кристины Новиковых. Марш Мендельсона, заветное «да» и обмен кольцами. Казалось бы, рядовая церемония. Тысячная. Регистрация Романа и Кристины юбилейная, тысячная в этом году. Как говорят в ЗАГСе, такие союзы избранные. Так оно и есть. Со дня знакомства несколько лет назад, утверждает невеста, отношения складывались лучше, чем хорошо. Вместе решали проблемы, делили быт. В тяжелой ситуации главное подставить плечо. Все вместе, все сплоченно. Если что-то кто-то не понимает, друг друга поддерживаем. Поддерживаем, не было такого, чтобы даже были какие-то ссоры, из-за чего-то такого прям глобального нет. То есть вы не знаете, что тысячная пара, да? Нет. Нет, это даже сейчас для нас вообще шок. Традиционно юбилейных молодоженов торжественно чествуют во дворце гражданских обрядов. В подарок от ЗАГСа набор фужеров и памятная медаль. Здесь надеются, что тысячная пара не будет пределом. Конечно, для нас каждая пара замечательная, любимая, дорогая для нас. Но вот такие вот красивые цифры мы, конечно, хотим как-то немножечко отдельно выделить, отметить. Поэтому к тысячной было особое внимание. Всего за почти вековую историю Бобруйского ЗАГСа в его стенах зарегистрировали свой союз более 146 тысяч счастливых пар. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Среда в Бобруйске выдалась сухой, но ветреной. При этом воздух прогрелся до плюс 14. На завтра синоптики и вовсе объявили желтый уровень опасности. Надолго ли тренд? Максим Кембель. В четверг в Беларуси будет облачно с прояснениями. На западе пройдут дожди. В отдельных районах республики ожидается туман. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер юго-восточный 3,9 метра в секунду. Ночью от 8 до 11 со знаком плюс днем воздух прогреется до 13 градусов. Стоит помнить, туман – это не только красиво, но и опасно. В первую очередь в радиусе риска водители. При плохой видимости стоит снизить скорые движения, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневр, передвигаться с включенным ближним светом фар. Непогода разгулялась в Южном Судане. От наводнений пострадали более 800 тысяч человек. Многие районы находятся под водой еще с июля. Ситуация ухудшается из-за дальнейшего повышения уровня рек. Это отрезало доступ людей к медицинским учреждениям. Самолеты тоже не могут летать. Затоплена местная взлетно-посадочная полоса. Тем временем в Австралии найден коралловый риф высотой с небоскреб. В плоской заостренной вершиной он напоминает лезвие. Его основание хватает полтора километра в ширину, может опускаться и на глубину 500 метров. Это неожиданное открытие указывает на то, что морское дно таит неизвестные структуры и новые виды, отмечают ученые. Завтра в Бобруйске будет туманно и пасмурно, возможно кратковремные дожди. Ветер восточный от 8 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 6, днем потеплее до 12 градусов. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Сразу после нас Ирина, моя коллега Анастасия Шевцова с обзором криминальных новостей недели не пропустите. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Счастливо.